Я считаю, в СССР была, безусловно, какая-то общая национальная идея. У людей было очень много общего. Сегодня людей очень много что разъединяет, разделяет, а общего практически ничего нету у людей. Вот идея СССР, мне кажется, не в том, чтобы объединить между собой все страны, потому что у любой страны должен все же быть свой хозяин, который рвет, как говорится, все, что угодно на своем пути за свою страну, за свой кусочек земли. У нас в СССР все руководители, кроме жестких каких-то диктаторов, я уже не буду вдаваться в это, все время спали, засыпали, и все как-то происходило. Не знаю, но я не хочу этого, чтобы вот объединения вот эти бесконечные. Нет, я хочу жить в России, и так считаю, что у нас большая страна, достаточно, нам хватит с вами. Лично мне, россияне, достаточно земли, достаточно просторов, и у нас и так много проблем. Мы должны их решить в рамках нашей сегодняшней территории, а потом уже присоединять другие территории, которым тоже, безусловно, нужна помощь, им хочется прильнуть к огромной державе. Но, тем не менее, давайте решим сначала наши проблемы с вами, которые у нас есть в нашем огороде, а потом будем уже соседние участки присоединять, потому что помогая там кому-то и так далее. Потому что я, прежде всего, думаю о своей бабушке с дедушками, которые там не защищены иногда социально, в регионах особенно, вот у меня в провинции живут, да, сначала давайте их защитим, а потом будем уже о других думать. А то мы вечно о ком-то думаем, куда-то миллиарды отправляем, помощь в Кению, не до Кении в итоге они не дошли, и в России не остались. Где? Неясно. Но зато домов настроили почему-то очень много, красивых, шикарных, огромных. Ну, вот эти парадоксы, конечно, уже не для глупых людей, но мне становится обидно.